сегодня 28 привезли сейчас еще на луговой тачок тачок все дня четырнадцат подготовили все никак не могли привезти 15 7 пока привезли клетки открываем стойги перевозим здесь луговой взяток еще сейчас за машины поедем еще 770 может и больше что планируем привезти ну вот еще 15 штук привезли солнце светит в этом очках даже забыл их с ней пока из машины выскочил еще 15 семей сегодня хотим вечером еще 15 семей привезти будут здесь 46 семей стоять мы потом еще через какое-то время привезем семей 15 добить тут тачок будет 770 не 7 сколько будет 45 плюс 15 60 привет что такие полтора килограмма за за сутки ну тут рой слабенький он был 223 100 что ли весом короче нормально показывает взяток тут какой то есть все закрывать сейчас сегодня поедем большой улуй василек ставить магазины потом вообще не ставить не ставить может приветствовать там нет поэтому не будем ставить если не будет короче на древом случае съездить посмотреть камеру хотим повешать вот такой у нас тачок между березок натянем завтра электрит сгорать чтобы никакие животины сюда не лезли и будем ждать медосбор слугового разнотравья он обычно у нас здесь в начале августа на медогонке разбила нижний подшипник то ли у нас его брат хорошо вымыл всю смазку то ли время пришло сейчас будем менять с помощью нашей системы поднятия бочек опустили медогонку сейчас вытащим ротор барабан и надо будет выбить соси подшипник сегодня на улице у нас дождь с утра вывезли 15 семей пчел хотели дальше там поработать с пчелами но вот с 8 утра идет идет не останавливается уже много-много воды пчелы он со вчерашнего дня вентилирует сидят сегодня отдыхает такая погодка подняли кассеты или кассет как бак удобно конечно с этой цепочкой усилия 0 там подшипник его надо ну да там его размолотило вроде видно что смазки нет видимо правда хорошо помыли и вот он хотел кстати он кстати нормальный а что такое смазать ладно сейчас будем работать вторую часть подшипника и они меняли ни разу давно короче не с предыдущей замены сегодня у нас на пасеке гости приехал патрик с камеру на такой негр и сибиряк ряд сюжетов снимает всяких сибирских ремеслах вот приехали к нам на пасеку сегодня показываем по пасекам поездим мед покачаем с ним в общем ну такой толковый парень умело пользовался дымарем рамка вытаскивает и зули хорошо короче не все так умеют молодец погода сегодня за отличное 29 градусов тихо пчелы работают в общем прям для съемок день идеальный красиво чистенько это небо красиво пчелки гулят все добренькие чем идеально такой день хороший 1 августа сегодня мы отвозили братом красноярск мед рапсовый разлили одну бочку с отстойника так что ураб свой мед уже доступен в магазине на утром отец ездил большой улуй смотреть как тут взяток с василька большой узкий район но что-то как-то за шесть дней привез 8 килограмм позвонили знакомы говорят типа взяток здесь кончается по полтора идет но обратили внимание что много дождей много луж было и короче с утра пока он тут был течение 40 минут приезд был 900 грамм то есть очень большой привез но непонятно будет ли такая динамика в течение дня или это утренний взяток какого-нибудь желтого осота хотя вроде как пахло васильком а после как говорится победа пчелы садятся и меда нет короче едут в красноярской решил заехать на наш точок благо отаченской километров 30 прочее 40 нож короче близко хотим посмотреть если вдруг приезд совсем никакой то наверное будет срочном порядке отнимать мед осильковый который успели пчелы набрать и перевозить нашу пасеку с лугового лугового меда перевозить нашу панет еду тут поэтому запутан запутан перевозить нашу пасеку с василькового взятка в наш район на лугой взяток потому что сейчас у нас на луговом взятки вот слабый отводок стоит позавчера 4 чем-то килограмма вчера не знаем сколько ну короче медосбор у нас идет еще как раз на разнотравье на дикоросах их неохота есть делать конечно это но посмотрим там даже не знаю там магазинов много под два по три магазина на некоторых семьях улья в среднем килограмм по 80 от 70 где-то до 90 килограмм до 100 килограмм средний вес ульи ручную уже не поднять откачивать ну да откачивать возможно придется но мы потеряем дни а это не надо короче еду сердце болит переживаем убедимся есть взяток нет взяток если килограмма 3 привет стой и пусть так стоят пусть таскают тут потому что осталось летных дней то хрен как говорится до маленько а если взяток там полтора килограмма то будем будем бороться повезем от водки они уже вызрели набрали силу повезем в срочном порядке на медосбор другой хотя тут и остается 5-6 дней медосбор ну знаете 5 дней умножить на полтора это будет всем с половиной опять не умножить на 5 это будет 25 вот он и весь товарный мед который можно потерять чуть ли не 20 килограмм это урожай иногда у пчеловода за сезон такой бывает поэтому надо не спать возить гнаться за медом не гнаться бороться за мед вот как это называется борьба за мед в общем приехала и на пасеку кузнечики везде чирикают но я уже поставил конечно к перевес пчелы пчел очень сильно вентилируют медом просто обалденно пахнет васильковым дизайн стопроцентный мед уйдет василька чистейший он и все гудят ой это татьяне укусить короче вес ульев вот смотрите этот вес улья вот с тремя магазинами попробуй не могу оторвать чуть-чуть а я 25 раз подтягивайся не потерял короче вес хороший больше сотки наверное но и вот он весовой улей вот он вес 96 9 короче ровно сколько 29 ну короче три килограмма привет с утра мерить когда пчелы конечно собрались но тем не менее пчелки вентилируют концентрация меда аромата бешеная не фокусируется очень вкусно пахнет тут гудят короче никуда мы их не повезем пусть стоят лишь там конечно игры это отводки ран поздние самая ранняя матка которая здесь начала работать это на на весовом 20 20 июня в основном все остальные матки заработали с 20 по 29 июня поэтому здесь как бы говорить о том что они супер сильные точно нельзя еще тот расплод который они строчили он еще основная масса не вышла она упадет уже в зиму поэтому сила у них ограничено естественно ладно включаем электроизбород и поеду чем они шелкнула включу медведи шарятся по району все в слава богу спать можно спокойно гонки доехать тоже 500 километров намотал еще еще 80 осталось все поехали вон туда нам ехать у нас статьи вот если туда посмотреть километров 70 у нас там таежная пасека в нашем другом районе через чугун все с богом время полдесятого но вот остановился тут 500 метров от пасеки показать какой тут еще разнотраве почему мы все это ждем когда медосбор все до что все-таки должен быть вот он василек пахнет правда не сильно что-то ярко но тем не менее вот если посмотреть вот это все фиолетовость это все василек его его здесь в радиусе лета наверное гектаров 500 очень много населек дальше что у нас здесь из медоносов линянка вот есть линянка ассоты есть вот он розовый сот а вот он сильно пахнет машин даже тоже поддает склеивер розовый тоже при определенной погоде он сильный медонос погода после дождей может и будет что давать здесь у нас мышиный горошек тоже хороший медонос пижма это так ерунда ну клевер тут вообще многое так глянуть ну взяток в основе с василька идет может быть будет василек меньше давать так выделять так они пойдут на другое там вот желтый ассот по закрывался утром открывается затем чего у нас там есть он там дальше желтенько это это у нас забыл пастернак весной или что-то такое круче тоже медонос при определенных условиях дает мед короче есть на чем работать пусть работают собирают мед с богом